Хоббит-отшельник Здравствуйте, дорогие друзья! Взрослые и дети Это Хоббит-отшельник и Петрушка И сейчас у нас Сказка с Петрушкой А сказку я прочитаю из книги Которую привез в дар Амиран Сардаров Итак, внимание Золушка Жил когда-то в одном королевстве Знатный дворянин Была у него любимая жена И прелестная дочка И все было хорошо Но вот однажды Жена его заболела И умерла Погоревал он А потом решил снова жениться И так вышло Что жена на этот раз Ему попалась злющая Зависливая Высокомерная И к тому же с двумя взрослыми дочерьми Такого же нрава Как она сама В первые же месяцы Новая хозяйка Измучила мужа своими придирками И капризами Но хуже всего Пришлось его родной дочери Мачеха сразу возненавидела Патчерицу Ее дочки и так не отличались Красотой А в сравнении с их новой сестрицей Это было особенно заметно Несчастной девушке досталась Самая тяжелая и грязная работа Мытье полов и посуды Чистка кастрюль и котлов Уход за грядками в саду И к тому же Она должна была прислуживать Хозяйке и ее дочерям А угодить им было Очень даже нелегко Ее бронили По любому поводу И без повода И родной отец не мог за нее заступиться До того жена Она подчинила его себе Спать ей приходилось На жесткой соломе в чулане А иногда Набегавшись за день Она засыпала прямо на ящике Золой За это ехидные сестры Прозвали ее Золушкой И по-другому ее уже никто В доме не называл А она молча терпела Все обиды и оскорбления Ведь от своей родной матери Девочка унаследовала Не только красоту Но и доброе сердце И вот однажды Глашатый объявил о том Что через несколько дней Король устраивает бал На который приглашаются Все те знатные семьи Где есть дочери Поговаривали Что он решил Женить своего сына И на этом балу Принц должен будет Выбрать себе невесту Конечно Золушкин и сестрицы Возволновались не на шутку Их ведь тоже пригласили Теперь вся жизнь В доме была подчинена Подготовке к балу И в первую очередь Выбору Бальных нарядов К обычным Домашним хлопотам У Золушки Прибавилась Возня с юбками Оборками Воротниками И лентами Оби барышни Всерьез Рассчитывали На успех у принца Старшая Толстая Жанетта Объявила На мне будет Красное Бархатное Платье И роскошная Заграничная Шляпка С разноцветными Перьями Мое платье Будет в простую клетку Отвечала Младшая Тощая Жавотта Зато поверх Я надену Яркую Накидку Расшитую Золотыми А еще Бриллиантовый Пояс Который Ослепит Всех Наряды Шляпки Заказывали У лучших Портных И модисток А вот Причесывать Сестер Пришлось Самой Золушке Они то знали Что лучше нее Никто бы этого не сделал И все равно Будущие невесты Принца Постоянно Требовали Поправить Прическу Заменить Гребень Или Заколку Сбегать За какой-нибудь Лентой Другого цвета И Совсем Загоняли Бедную Девушку Послушай Золушка Вдруг спросила Старшая сестра Тебе ведь Наверное И самой Хочется попасть На королевский бал Во дворец Что ты Сестрица Не смейся Надо мной Кто же меня Пустит туда В таком платье И в этих Башмаках В самом деле Хихикнула Младшая Такая Замарашка На балу Вот была бы потеха Несмотря на Такие шутки Добра Золушка Вовсю Старалась И Причесывала Злых Насмешниц Как нельзя Лучше Два последних дня Перед балом Сестры Не обедали И не ужинали Они Поминутно бегали К зеркалу Проверяли Не слишком ли Они поправились И разорвали Не менее Десятка шнурков Стараясь Потуже Затянуть Свои талии В корсеты Когда Настал Долгожданный День Наряженные В пух и прах Дочки С мамашей Погрузились В карету И отбыли Во дворец А Золушка Осталась Возле дома Едва Карета Скрылась За поворотом Она не выдержала И расплакалась И тут Золушка Увидела Свою крестную Которая иногда Заходила Ее навестить Что случилось Деточка Спросила она Однако Крестница От слез Не могла Вымолвить Ни слова Но крестная Между прочим Была Феей И все понимала Без слов Ты ведь Тоже Хотела попасть Во дворец На бал Не правда Золушка Кивнула Ну что ж Это не так уж Трудно сделать Если ты мне Поможешь Для начала Принеси-ка С огорода Тыкву Побольше Золушка Со всех ног Бросилась В огород И принесла Самую большую Тыкву Ей Было Ужасно Интересно Как Обыкновенная Тыква Сможет Перенести Ее Во дворец Она Положила Тыкву К ногам Крестной А фея Без лишних слов Достала Волшебную Палочку И едва Тронула Ею Тыкву Как та Стала Расти на глазах И наконец Превратилась В прекрасную Золотую Карету Украшенную Изящной Резьбой После этого Фея отправила Крестницу За мышеловкой В нее Уже попалось Полдюжины Мышей Фея Велела Золушке Приоткрывать дверцу И выпускать Мышей По одной Каждую из них Она Трогала Палочкой В серых коней Вскоре Золотая Карета Была Запряжена Шестеркой Великолепных Мышастых Рысаков В серебряной Сбруе Но где взять Кучера Фея На минуту Золушка Робко Предложила Не заглянуть Ли мне В крысловку Если попалась Крыса Может быть Она Сойдет За кучера Умница Девочка Похвалила Ее крестная Конечно Сойдет Когда Золушка Принесла Крысоловку Оказалось Что в ней Сидят целых Три Большущие крысы Фея Выбрала Выбрала Из них Самую крупную И усатую Коснулась Ее волшебной Палочкой И та Превратилась В длинноносого Кучера С лихо закрученными Усами Каким Позавидовал Даже Самый Старший Королевский Кучер Ну и последнее Сказала Фея В саду На куче Песка Возле лейки Сидят Шесть ящериц Неси их сюда Золушка Так и сделала Только Она Вытряхнула Ящериц Из фартука Как волшебница Тем же способом Сотворила Из них Шестерых лакеев В париках И зеленых Ливреях Украшенных Золотыми Голунами Они тут же Заняли свои места На запятках И по бокам Кареты Причем С таким важным видом Будто Всю жизнь Только и делали Что сопровождали Золоченые Экипажи Они ползали В садовой траве Ну что ж Сказала фея Теперь тебе Есть на чем ехать Можешь Отправляться Хоть всю минуту Ты Довольна Моя милая Еще бы Воскликнула Золушка Спасибо вам Дорогая крестная Но Только Как я поеду В дворец В старом Заплатанном Перепачканном Золой платье Тут волшебница Молча Прикоснулась Своей палочкой К подолу Золушкиного платья И оно Превратилось В изумительный Наряд Из золотой И серебряной Парчи Украшенной Вытканными цветами И усеянной Драгоценными Камнями И самоцветами Напоследок Крестная Преподнесла Золушке Туфельки Из чистейшего Хрусталя Переливающего Всеми Цветами Радуги Вот Теперь все В полном порядке Сказала Фея Золушка Садясь В карету И шестерка Коней Понесла К дворцу Бал К этому Времени Был В самом Разгаре Когда Принцу Доложили Что приехала Какая-то Прекрасная Незнакомка Он Поспешил Покинуть Зал Чтобы встретить Ее самому Как только Принц Ввел Опоздавшую Гостью Ахнули От восхищения А музыканты На минуту Перестали играть Да чего Хороша Повторяли На все лады Кавалеры И дамы Даже у старика Короля Которого Ужасно Утомляли Балы Загорелись глаза При виде Столь прелестной Юной особы А придворные Модницы Старательно Разглядывали Ее наряд Чтобы завтра Заказать Модисткам Что-то подобное Принц Проводил девушку На самое почетное место А как только Музыка Вновь заиграла Пригласил ее На танец Они Закружились По паркету И Оказалось Что очаровательная Незнакомка Еще и прекрасно Танцует После танцев Начали разносить пирожные фрукты Но принцу было не до угощений Так он был увлечен Своей гостьей А Золушка Между тем Подошла К своим сестрам Она Сказала им Что-то приятное И угостила Эклерами И яблоками С подноса Поданного Лакеем Жанетта И Жавотта Были приятно Изумлены Они уже Не надеялись Стать принцессами Но внимание Со стороны Только что Танцевавшей С принцем Знатной Красавицы Было для них Весьма лестно Конечно Они не узнали В ней Свою сестру Вдруг Золушка Услышала Как дворцовые часы Бьют Без четверти Двенадцать Заметив Что принц На минуту Отлегся Она поднялась Попрощалась Со всеми И быстро Вышла из зала Никто не успел И слово сказать По дороге Домой Она еще Сумела заехать К волшебнице Крестной Чтобы рассказать Обо всем И поблагодарить Ее за чудесный Вечер Если бы мне Снова попасть Во дворец Сказала она На прощание По-моему Принц Тоже был бы рад Домой Она поспела К самой полуночи И как только На ней Оказалась Ее обычная Старенькая одежда К дому Подкатили Мачехи С дочерьми А я уж Совсем вас Заждалась Встретила их Золушка Протирая глаза Будто только что Проснулась На нашем месте Ты бы тоже Не спешила Домой Сказала Жанетта Было столько Интересного И какую же Мы видели Красавицу Она танцевала С принцем А потом Подсела к нам Да-да Именно к нам И угостила Пирожными И фруктами Вы Наверное Ей чем-то Понравились Улыбнулась Золушка А как ее звали? А вот это Никому не известно Ясно только Что принц Дорого бы дал Чтобы узнать Ее имя И откуда Она сама Какие же Вы счастливые Вздохнула Золушка Вот бы И мне Повидать Такую Сестрица Жавотто Может быть Ты одолжишь мне На вечер Своё Старое Желтенькое Платье Еще чего Зевнула Жавотто У такой Чумички Как ты Оно через пять минут Будет черным От золы Впрочем Золушка Не слишком Рассчитывала На другой ответ Да если бы даже У нее И оказалось Такое платье Что бы она Стала делать Не идти же Просто так Во дворец На другой день Всех снова Позвали На бал Принц ведь Еще не сделал Свой выбор И снова Сестры С мачехой Поехали А Золушка Отправилась Вслед за ними В этот раз Платье На ней Было еще Ослепительнее Чем прежде Увидев Вчерашнюю Незнакомку Принц Окончательно Потерял голову Он не отходил От нее Ни на шаг Танцевал только с ней Все время Говорил что-то такое От чего У Золушки Тоже закружилась голова И она Забыла обо всем О том Даже о том Когда ей нужно Уходить Опомнилась она Только Услышав Как часы Начали бить Полночь Золушка Ахнула И Бросилась К выходу Удивленный Наследник Престола Побежал За ней Но она Упорхнула Как испуганная Птичка Выбежав на лестницу Принц Увидел на ступеньках В торопях Потерянную гостьей Хрустальную туфельку Он Поднял ее И велел Расспросить Стражников Не видели ли они Куда уехала Золотая карета Запряженная Шестеркой Серых коней Но Стражники Доложили Что за последнее Время Мимо них Никто не проезжал Только пробегала Какая-то Нищенка А Золушка Едва Переведя дух Добежала До дома Снова У нее не было Ни кареты Ни коней Ни лакеев Как и вчера Исчезло Бальное платье Но Как воспоминание О прошедшем празднике Осталась Единственная Хрустальная туфелька Парная К той Что слетела С ее ноги На дворцовой Лестнице Вскоре Вернулись Сестры С мамашей Золушка Спросила Что нового Было на балу Не приезжала ли В этот раз Та самая красавица И услышала В ответ Что она Снова приехала И опять Танцевала с принцем Но сбежала Едва лишь часы Пробили двенадцать До того Торопилась Сказала Жанетта Что потеряла На лестнице Свой хрустальный Башмачок Да-да Подхватила Жавотто А принц Подобрал его И весь оставшийся вечер Прижимал к своей груди Наверняка Он влюбился По уши Язвительно Добавила Мачеха Принцам Нравятся Красотки Которые теряют Обувь На балах Так оно и было На самом деле На другой день По всему королевству Было Объявлено Что та девушка Которой придется В пору Хрустальная туфелька Станет Женой Принца Само собой Первым делом Туфельку Примерили Принцессам Герцогиням Графиням Баронессам Следом пошли Придворные дамы Богатые Иностранки Но всем Туфелька Оказалась Мала После этого Придворный коммердинер С лакеями И охраной Отправился По дворянским Усадьбам И в конце концов Попал В дом Отца Золушки Как же старались Жанетта И Жавотта Втиснуть свои ноги В крошечную туфельку Однако Она им надевалась Лишь на кончики пальцев А Золушка Только Улыбалась Глядя на их Четные усилия И Наконец Произнесла Возможно Она Мне Подойдет Обе сестрицы Чуть не покатились Со смеху Но коммердинер Примерявший им Туфельку Взглянув на Золушку Заметил Что она Очень хороша Собой И сказал Мне Велено Примерять туфельку Всем девушкам Королевства Без исключения Пожалуйте Вашу ножку Барышня Он Подал девушке Руку И усадил В кресло А когда лакей Надел ей туфельку Всем стало ясно Что поиски Закончились Хрустальный башмачок Словно был изготовлен По размеру Этой маленькой ножки У мальчики И сестер Глаза на лоб Полезли Но они еще Больше изумились Увидев Как Золушка Достала из кармана Передника Вторую Точно такую же Туфельку И надела ее На другую ножку В то же мгновение Дверь Отворилась И в дом вошла Фея Плесная Золушки Не говоря ни слова Она коснулась Своей волшебной Палочкой Ее заплатанного Платья И Золушка Предстала Во всем блеске Своего бального Наряда Только теперь Обе сестрицы Узнали в ней Красавицу Очаровавшую Принца на балу Они упали К ее ногам Моля о прощении За все то Что она От них Вытерпела И конечно Девушка Простила им Все обиды Как мы уже знаем У нее была Не только Очаровательная Внешность Но и добрая душа Золушку Немедленно Отвезли во дворец И счастливый Принц с восхищением Заметил Что она Стала еще милее Чем раньше А уже На следующий день Они обвенчались И все королевство Праздновало Веселую Свадьбу Вот такая Дорогие друзья Взрослые Дети Замечательная Сказка Всего вам Хорошего И спокойной Ночи Замечательная